Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Сегодня мы будем говорить о том месте, которое Украина занимает на карте экономической свободы в мире. Об этом нам расскажет наш гость, которого я с большим удовольствием представляю, Владимир Федорин, руководитель Центра экономической свободы имени Кахи Бендукидзе. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Спасибо, что пригласил. С огромным удовольствием всегда рады вас видеть в нашей студии. У меня за 16-й год вот эта книга звит, такой большой капитальный труд. И я даже пока, собственно, не углубляясь в цифры, вот по картинке даже, которая видна здесь, да, вот эта карта мира, на которой Украина обозначена красным цветом, как подавляющее большинство стран Латинской Америки, Африки, ну и вот там немного где-то Ближний Восток и совсем немного Юго-Восточная Азия. Это и есть наше реальное место, насколько я понимаю, да, где-то в группе этих стран? Да, на самом деле здесь четыре категории в этом рейтинге. И с Женей мы находимся в самой последней категории. Вы показали отчет за 16-й год. Мы его выпустили в начале этого года с небольшим лагом. Сейчас уже вышел новый отчет, и мы готовим украинский перевод отчета за 17-й год. К сожалению, наша позиция в мировой табеле о рангах за это время еще немного ухудшилась, мягко говоря. Мы были 134-ми из 159 стран и территорий, стали 149-ми. Эти цифры нужно обязательно прокомментировать. Во-первых, это очень академический продукт. Он создается не для того, чтобы сделать какие-то сенсационные заголовки, не для политической рекламы тех или иных сил, а во всем мире заинтересованные правящие партии в том, чтобы выглядеть красиво. Это академический продукт, в основе которого лежат идеи Нобелевского лауреата Милтона Фридмана. И он, по сути, вот 17-й год отражает положение дел на 15-й год. Почему мы так сползли с 14-го на 15-й? Ну, мы все помним февраль 15-го. Мы помним финансовую катастрофу, почти финансовую катастрофу. На самом деле, это финансовая катастрофа, огромная девалюация гривны, которая повлекла за собой фатальные проблемы для очень многих финансовых учреждений, которая повлекла за собой огромные проблемы для бюджета, для наших с вами карманов. Ведь мы отапливаемся импортным теплом. За доллары, фактически, да. Да, то есть это, конечно, была катастрофа. Мы до сих пор не оправились, если будем расти такими темпами, как сейчас. Оправимся еще не скоро. Но это, на самом деле, честная картина. Это та картина, которая позволяет в какую-то рамку ввести нашу политическую или пиар-дискуссию взрады или перемога. Нам очень далеко до настоящих перемог. И вот мы это должны понимать, и должны трезво понимать, что нужно делать для того, чтобы, наконец, перейти в стан победителей. Окей, давайте вот об этом как раз и поговорим. Хотя, так или иначе, насколько я понимаю, мы будем опираться не на данные 2017 года, которых пока что толком нет. Пока не бывает таких серьезных рейтингов, которые бы в режиме реального времени, как котировки долларов. Да, могли бы что-то отражать. По крайней мере, мы можем, наверное, говорить о какой-то тенденции. Потому что, да, есть, скажем, развитие Украины до революции достоинства. И там совершенно однозначно четко сформировавшаяся такая олигархическая модель управления с огромными внешними заимствованиями. Ну и так, то есть все знают, в принципе, как выглядела украинская экономика. Потом, да, серия кризисов, из которых мы до сих пор наверняка не выбрались. Но вырисовывается ли что-то, нечто новое, которое бы принципиально отличалось по своему виду, по правилам игры и так далее, от того, что было в 2013, например, году? Вы упомянули две очень важных вещи. Олигархическая система и жизнь в долг. Вот вы сами определили критерии, которые позволяют оценить, изменилось ли что-то или не изменилось. Что у нас с олигархической системой? У нас вырос уровень конкуренции в какой-либо из отраслей. Ну, я отвечу на этот риторический вопрос. Грустным нет. Что касается долгового бремени, да, в том числе из-за той финансовой катастрофы, которая была в 2015 году, к сожалению, наше долговое бремя сейчас существенно выросло, да. И на самом деле с таким долгом, там, порядка 90% КВП, государственный долг, стране с таким уровнем экономического развития, как Украина, развиваться быстро, так, чтобы догонять, так, чтобы удерживать людей здесь от эмиграции в Польшу или, в Россию или, в Румынию или. Очень трудно и практически невозможно. Поэтому, пока мы не поставим совершенно четко задачу преодоления олигархической системы, которая, ну, просто закупоривает практически все сектора экономики, от энергетики до транспорта. Ну, куда ни ткни, мы везде найдем вот эти вот щупальца, которые присваивают ренту за счет граждан, за счет тех предпринимателей, которые могли бы начать бизнес, если бы были нормальные неолигархические правила игры. Но они не начнут этот бизнес, потому что они понимают, что они будут работать на дядю. Первая вещь. И второе. Мы должны прекратить жить в долг. Мы должны прекратить жизнь за счет наших детей и внуков. Да, потому что жизнь в долг в нашей ситуации означает просто приближать демографический крах нашей страны. Ситуация демографическая и так у нас крайне-крайне опасная. Она тоже учитывается, кстати говоря, вот в составлении рейтинга? Нет, в этом рейтинге она не учитывается, но мы, на самом деле, этот рейтинг, он дает очень, на мой взгляд, понятное объяснение, почему мы страна с 53 миллионами населения в 93-м году. Сейчас, по официальным данным, страна с 42 миллионным населением. А если попытаться оценить, взять оценки коммерческого сектора, телекоммуникационных компаний, то 35 миллионов максимум. И очень нехорошая картина по этой возрастной пирамиде. Мы очень возрастная страна. И если все пойдет так же, то буквально недавно видел расчеты института будущего. 50-й год, у нас остается 20 миллионов, и на двух пенсионеров остается по одному работнику. Это если остается, опять же, не уезжает этот самый работник, да? Вот, то есть, на самом деле, я думаю, что вот эти хихоньки-дохохоньки, зрада, перемога, это такой вот наркотик для людей в Фейсбуке, поспорить о несущественном. Существенное то, что мы реально перед таким историческим выбором. Мы либо спасем страну, либо будут очень тяжелые последствия. Вот смотрите, вы упомянули, кстати говоря, одну из стран, в которой наибольший отток, два потока у нас, да, вот западный и восточный. Западный вроде бы потихоньку начинает преобладать, но на восток, к нашему восточному, вернее, северному соседу, да, получается, северо-восточному соседу, едет довольно все-таки большое количество людей, неважно, как настроенных, едут зарабатывать. И там, в принципе, мало чем отличающиеся от нас мы, там тоже олигархические кланы, ну, там государственно-олигархические, предположим, да, то есть, то, что складывалось у нас, да не сложилось в итоге как-то. Но, тем не менее, и они по рейтингам, и в том числе, и по уровню экономической свободы, они, по-моему, нас опережали всегда. Да, смотрите, давайте посмотрим, вот честно, потому что мы в Украине должны понимать, что вот это вот противостояние северо-восточным соседам с Россией, это очень долгосрочная наша задача. Что, почему, в чем наша слабость? Наша слабость в том, что мы гораздо менее реформированы с точки зрения экономических свобод, чем Россия. Мы гораздо более бедны, у нас нет вот этого источника, изобилие, которое хлещет из ямальских недр. Да, конечно, в России, если она не будет развиваться, это когда-нибудь закончится, но в то же время макроэкономическая политика, некоторый уровень гарантий для малого и среднего бизнеса создают вот для этого крайне опасного, и не только для Украины, для всех соседей имперского реваншистского режима, очень большую подушку безопасности. Это вот еще один фактор, почему нельзя хихикать в Фейсбуке про Зраду или Перемогу, а нужно говорить о таких самых первичных, насущных вещах нашей жизни. Вот что нам мешает, что нам мешает, не имея нефти, но имея абсолютно, может быть, самый талантливый народ на постсоветском пространстве, самый дейспособный народ на постсоветском пространстве, два Майдана, защита территориальной целостности с берданками в руках, ну, извините за метафору, да. Вот что нам мешает, и мне кажется, что нам нужно отказываться от всех навязываемых нам дискуссий, что нам нужна долгосрочная стратегия, там рассчитать все параметры и ровными рядами идти в светлое будущее. Мне кажется, нам нужно сейчас сосредоточиться на двух базовых принципах нашей жизни, как мы взаимодействуем друг с другом. И мне кажется, это не 10 заповедей, а две. Первая заповедь, мы должны договориться о том, что мы не воруем друг у друга, мы не терпим воровства из бюджета, мы не терпим воровства у более слабого конкурента, мы не терпим воровства, знаете, как это было в поздние советские годы, несуны, несли, с работы все. Мы это не терпим, да, мы собственность священная неприкосновенная, не только частная собственность, на самом деле. Это первая вещь, и нельзя врать, да, то есть нужно стремиться в правде к тому, чтобы честно говорить друг с другом, чтобы, да, у всех правд может быть много, но вот стремиться к тому, чтобы говорить то, что ты действительно не думаешь, а не то, за что тебе платье. Вот это две вещи, не врать, не воровать, это, кстати говоря, наш сосед Алексей Навальный сформулировал несколько лет назад. К сожалению, это не только для России актуально, но это и для нас с вами актуально. И вот тогда, когда в обществе создаться вот этот вот климат абсолютной, нулевой терпимости к воровству и вранью, тогда мы очень быстро пойдем вперед без всяких стратегий, потому что мы с вами, мы с телезрителями, мы будем доверять друг другу, мы будем понимать, что можно о чем-то договориться с человеком, который вот ты видишь в первый раз, и на 99% эта договоренность будет выполнена, да, риск всегда остается. Тогда мы будем не бояться неопределенности, будем не бояться рисков, будем не бояться каких-то провалов, мы будем свободно, очень уверенно, и получая от этого, на самом деле, огромное удовольствие двигаться вперед и быть точкой притяжения магнитом, а не центрифугой. Вот у меня сразу тогда два вопроса. Начну с собственности, с вашего позволения, и с олигархической модели, к которой хотелось бы вернуться. Большинство активов, которыми сейчас владеют олигархи, с точки зрения закона приобретены совершенно абсолютно, ну, может где-то не безукоризненно, но так или иначе, они находятся в их частной собственности. Да, деолигархизация экономики, национализация каких-то вещей и так далее, в ситуации, когда принцип главный, это неприкосновенность собственности, получается невозможно. Тогда мы обречены на царствование вот этой олигархической модели. Ну, во-первых, не то, что кто-то там в 90-х утащил, там кто-то утащил мешок гвоздей с предприятия, а кто-то утащил это предприятие. На самом деле, причина того, что олигархическая система так крепко угнездилась, это не самая главная причина. Причина в том, что вот эти люди, которые утащили целые предприятия, использовали вот эти вот свои сверхдоходы, да, сверхприбыли, сверхактивы на ровном месте для того, чтобы просто поставить, знаете, такие маленькие свои деньги или большие деньгособирательные резервуары в самых разных кусках нашей экономики. Роттердам плюс. Мы все с вами в 16-м и в этом году скинулись на то, чтобы Ренат Ахметов разгрузил долговое бремя своей компании ДТЭК. Значит, какой может быть выход? На самом деле, главное убрать вот эти вот искусственные частные монополии. Это первое. Второе. Священность собственности. На самом деле, в случаях, когда мы создадим честные, принципиальные, по-государственному настроенные правоохранительные органы, да, не нужно бояться того, что в случаях доказанной кражи, в случае доказанного воровства из наших с вами карманов, следователи будут приходить и будут прозрачно через суд возвращать в собственность государство для последующей приватизации какие-то активы, либо просто добиваться возмещения ущерба, который нанесен потребителям. И вот я думаю, что как раз вот такие схемы, как Роттердам плюс, это вот то, что будет делать следующая власть, просто для того, чтобы восстановить чувство справедливости, без которого не может быть доверия к этой власти. Ну, со схемами, да, более-менее понятно. Да, наверное, можно их разрушить, предотвратить, это вопрос. А после этого, если у вас начинают действовать правила, то очень скоро все эти люди, про которых я сам, когда был главный редактор Forbes, писали, или редактировали большие статьи, истории успеха, ну, все эти люди просто сдуются до размеров их настоящей личности, потому что у нас будет пространство для конкуренции, потому что у нас будут настоящие предприниматели приезжать, вырастать в самой стране, они не будут бояться, повторюсь, работать на дядю, на там, мента, на чиновника, они будут работать на себя, на своих детей, на самореализацию, и тогда мы очень быстро рваем вперед. И вот второй вопрос в отношении доверия, собственно, главный вопрос, где взяться этим людям, да, вот всем, там, миллионам, десяткам миллионов людей, которые, в принципе, должны сформировать новые правила игры. Вопрос доверия. Люди, которые занимаются бизнесом, я даже не знаю, собственно, учитывался ли при составлении рейтинга такой фактор, как теневая экономика, но у нас трудно найти бизнесмена, который так или иначе не нарушал закон, скажем, в частности, налогообложения, там, моменты, да, связанные с трудовым законодательством, и так далее, их практически нет. Во многом, потому что законы построены так, что честно вести бизнес невозможно, ты разоряешься мгновенно, да. Но вот люди, вот они уже, они сложились так, вокруг них сложились семьи, друзья, такие правила игры, все. Откуда взяться новым людям? Где взяться доверию? Ну, вы знаете, я всегда в таких случаях вспоминаю историю одного, значит, человека или бога человека из глуши на обочине великой мировой империи, да, который проповедовал в Иудее какие-то странные на взгляд всего мейстрима античного взгляда, он убедил 12 человек, эти 12 человек разъехались по разным уголкам этой великой империи, и прошло всего-то каких-то 200 лет, и эта мировая держава стала, ну, можно, кто-то скажет жертвой, а кто-то скажет ареной для новой мировой религии, которую мы знаем как христианство. Не надо, на самом деле, миллионов. Нужны и все, все, чему нас учит мировая культура, чему нас учит Библия, чему нас учит классики возрождения XIX века, что все зависит от воли, от стремления человека к реализации того, во что он верит, поэтому для начала хватит нескольких десятков, 500 тысяч человек, и очень быстро мы живем в век очень быстрых коммуникаций. Вспомните Майдан 13-14 годов, когда казалось, что все, бетонная плита упала, никто не шелохнется. Сначала на площадь независимости в Киеве вышло несколько сход человек, просто не настроенных на революцию, не настроенных на такое вот сопротивление государственного насилия. Просто людей, которые пришли, потому что понимали, что если не выйти, то может быть будет потерян смысл вообще и существования, и смысл собственного существования, и смысл существования страны. И очень быстро вот это вот неартикулированное живое чувство стало основой, которая вот эту вот бетонную плиту по историческим меркам просто вот легко одним пальцем отодвинула. Поэтому украинский народ уже показал, что он может брать свою судьбу в свои руки. Ну, просто это придется делать еще не один раз. Наверное, что парадоксальнее, в принципе, мы, мы, украинцы, прекрасно вписываемся в другие общества и играем по тем правилам, которые есть во всем мире, и вообще не вызывает никаких проблем отторжения. Вы меня спросили, извините, я не ответил до конца на ваш вопрос, да, вот что делать со всеми нами, кто жил в этой системе. И живем до сих пор. Ну, вы знаете, я на этот счет имею другой еще пример. Помните, апостол Павел, один из тех людей, которые сделали христианство мировой религией. Вот мы помним, да, чем он занимался до того, как стать апостолом. Его звали Савл, и он занимался, на самом деле, служил в КГБ, да, так назовем. Он осуществлял гонения на инакомыслящих, какими были христиане. Я думаю, что 99% нас, украинцев, это люди, которые стасковались по чистоте, по порядку, по нормальности. И эти 99% очень легко, очень быстро перейдут на новые правила и поведут страну вперед. Хотелось бы до этого дожить. Спасибо вам большое за то, что сегодня были гостем нашей студии. Но это, конечно, все надо изучать. Тут огромное количество и цифр, и показателей. Однако я, наверное, займусь этим уже вне эфира. Время наше подошло к концу. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. Спасибо. До свидания. Благодарю вас. Субтитры подогнал «Симон»!